Эскроу счета, фонды увеличения уставного капитала. Закон о долевом строительстве за последние полтора года претерпевает серьезные изменения. Как они скажутся, на рынке жилья и покупателях обсудили за круглым столом в Самаре. С организатором обсуждения выступила газета «Волжская коммуна» о том, станут ли граждане увереннее, приобретая жилье в нашем материале. Повысить защищенность дольщиков – основная цель изменений в законе о долевом строительстве. Они вступают в силу поэтапно с июля прошлого года. Увеличены требования к объему уставного капитала строительных организаций. До 10% от цены возводимых объектов. Введено понятие «специализированный застройщик». Эта компания не младше трех лет и построившая не менее 10 тысяч квадратных метров жилья. Одна из главных поправок начнет действовать со следующего года. У застройщика должен быть единорочетный счет в банке, через который идет строительство. Это формирование условий для прозрачности строительства, для понимания, куда средства, как они расходуются и так далее. И, соответственно, даже тех заказчиков и генподрядчиков, которые также на стройке, он также в этом банке должен в совокупности с теми мероприятиями по финансовому контролю действовать в одном направлении с основным застройщиком. Деньги на эскроу-счетах компания сможет тратить только на возведение домов. За этим будет следить банк. Если фирма захочет пустить их на другие цели, счет блокируется. А с 2021 года застройщикам вообще запретят привлекать средства дольщиков. Вместо этого компаниям предлагается брать кредиты в банках. Эксперты уверены, время возведения жилья в новых условиях не увеличится. Я думаю, что будет увеличение срока в строительстве, потому что финансирование производится на достаточно крупные лимиты, до 80% от стоимости проекта. И, в общем-то, при наличии такого кредитования строительная компания может качественный срок, в принципе, свою работу завершить. Сами дольщики, которых обманули строительные компании, поправки в закон оценивают положительно. На сегодняшний день проблемы решаются. Все эти изменения, они вот в этом новом законе, они направлены на то, чтобы, ну, скажем так, для того, чтобы навести какой-то более-менее порядок. Сейчас в Самарской области 38 проблемных объектов, 26 в Самаре и по 6 в Тольятти и в Волжском районе. Планировалось, что в этом году заехать в свои квартиры должны 1100 обманутых дольщиков. Сейчас 77% из них уже получили новое жилье. Пришел новый формат строительства на территории страны и Самарского региона. И мы должны принимать эти правила игры, соответственно. О чем периодически говорит наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров. Это та система работа, которая была начитана с конца прошлого года. Уже есть значительные результаты в этом направлении. Темпы, поставленные губернатором, то есть не сбавлять. Несмотря на то, что есть позитивные решения в данном направлении, тем не менее, остановиться не стоит. И темпы уже только наращиваются. Но как проблема, как и на федеральном уровне, и на региональном заявлении, то есть в ближайшие 2-3 года мы должны максимально приложить усилия для ее разрешения. Также на круглом столе затронули тему жилой планировки Самары. По словам участников, время стихийной и точной застройки в регионе прошло. За последние несколько лет сфера приведена в порядок. Разрешение на строительство компаниям выдается только после того, как они представят комплексный проект планировки территории. В документе должны быть обозначены места под парковки, пешеходные дорожки и тротуары. Руслан Шарипов, Дмитрий Алатырцев. Новости губернии. Новости губернии.